Добрый день, в эфире Крупные планы, на часах 14.00, микрофон Владимир Сметалин. Я приветствую нашего гостя, довольно известная политическая фигура, Леонид Калашников, член Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, секретарь КПРФ по международным связям, депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с отечественниками. Леонид Иванович, добрый день. Здравствуйте. До начала программы уже успел выяснить, что вы впервые в нашем городе, и вы приехали, безусловно, пообщаться с коллегами по Коммунистической партии. Остается меньше недели уже до выборов, это губернаторские выборы, напомню, в нашем регионе выборы в Кировскую городскую думу, основные такие выборные кампании. Хотелось бы услышать из ваших уст оценку того, что происходит у нас в последнее время в рамках этой предвыборной кампании в нашем городе. Ну и, безусловно, цель вашего визита – это поддержка и оценка того расклада, который вы сейчас наблюдаете. Итак, ваше экспертное мнение хотелось бы услышать. Да, Владимир, я, правда, не первый раз. Я был здесь очень давно, во времена еще предыдущего губернатора, лет пять назад. Тоже был тут по делам предвыборным. Если оценивать, вот прямую отвечать на ваш вопрос, как сейчас расклад, я действительно приехал для того, чтобы поддержать Мамаева. Я его знаю давно, это мой товарищ, которого я знаю не только по партийной работе, но и по его поведению в разных таких личностных, некоторых стационных вещах, которых я могу оценивать, его личность очень положительно. И когда я говорю о том, что я поддерживаю его в качестве мигратора, я знаю, о чем я говорю, это человек, который может повести себя очень порядочно с разными людьми и не обязательно даже однопартийцем. И это его плюс, особенно в нынешних губернатских выборах, когда, конечно, надо консолидировать команду и брать не только придется тех, кто работает с тобой плечом к плечу в КПРФ, хотя их, конечно, в первую очередь, они уже давно проверенные значимые ребята. Ну и он может привлечь людей, как это мы делаем у себя, например, во фракции совершенно разных и не обязательно коммунистов. От Нобелевского лавриата Алферова до Космонавстки, Советской, например, или Адмирала, командующего Черноморским флотом бывшего Адмирала Камаяева. Я думаю, что Сергей в этом смысле, Эмин Павлиныч, во-первых, имеет кое-какие преимущества, он свой для области. Вы можете их озвучить. Да, вот я их и начал озвучивать. Кроме того, что он принципиален как коммунист, и люди его видят уже не первый год в этой работе, он свой для области, он знает хорошо. Мы сегодня с ним утром беседовали, я говорю, скажи мне, по-человечески объясни мне, о чем ты говоришь, когда предлагаешь себя в качестве кандидата в губернаторе. И он мне ответил, раз, два, три, четыре. Вот это мне очень нравится. То есть не заставил перечитывать какую-то программу предвыборную на пальцах? Нет, он мне не уткнулся в бумажку, да, он мне рассказал о том, сколько предпринимателей за последнее время вынуждены были свернуть свой бизнес и уехать, по каким причинам, почему не делается то или это, а почему, значит, он видит, что человек, который идет с ним рука об руку, как его конкурент, неискренен, и он эти неискренности пытается показать людям? Почему он ему не верит? Или почему он считает, что, придя к власти, он сделает вот это, вот это и вот это, и будет легче здесь работать? Или почему дороги делаются только в городе, а не делаются в селе? И как это произошло, с помощью какого перераспределения? Почему доход бюджета сегодня один, а кредиты, которых набрали в коммерческих банках, поравняются, собственно, всему годовому доходу и бюджету области? То есть я вижу, что человек осознанно понимает, что он хочет сделать, и, видимо, это людям достаточно тоже ясно, потому что когда ты приезжаешь, особенно из Москвы, и начинаешь говорить о мировой революции или о войне в Сирии, вряд ли вашему, вятскому, сейчас избирателю это будет интересно. Хотя, как вы... Ну, те темы, которые вы озвучили, это, собственно, вот та специфика, которой вам в первую очередь приходится заниматься. Да, да. В тех должностях, которые ранее озвучил. Ну, надо напомнить, что Сергей Павлиныч, это не первый раз участвует в губернаторских выборах в нашей области. В 2014 году он показал второй результат после тогда бывшего губернатора. Вот что изменилось с Сергеем Павлинычем по прошествии этих трех лет? Можете так проанализировать? И каковы сейчас шансы? Знаете, что, мне кажется, изменилось и у него, и в его понимании, да и в стране? Во-первых, мы за это время, за последнее время, завоевали две крупные территории. Я имею в виду завоевали, победили там. Мэром третьего в стране города стал коммунист Локот Толя, мой товарищ Имамаева, товарищ тоже Сергея. И тоже мой старший товарищ и друг давний, и земляк Левченко Сергей. Оба они не просто победили, победили в жесточайшей борьбе. Просто в жесточайшей, если в отличие от, прямо скажем, исполнения обязанностей, когда тебя президент назначает, тебе дают определенный и очень серьезный плюсовой карт-бланш. Они этого не имели, ни тот, ни другой. Это была честная борьба? Да, это была честная борьба. Левченко зашел туда до второго тура. Никто не верил, что он во втором туре победит, а он победил. Мы, правда, бросили тоже все силы и помогли. И за это время они не только победили, но они смогли показать хороший результат. Они смогли показать, что коммунисты пришли, не проворовались, привлекли нормальную команду. Вот за полтора, что ли, уже два года даже, наверное, что начал там локоть строить самое большое количество жилья в расчете на одного человека, проживающего в Новосибирске, и давать это жилье льготное для населения. И у него появились другие результаты, которые на общероссийском уровне видны. Мы видим, что и в Иркутске очень хорошие результаты у Левченко, и не только в работе с населением, но и в общих федеральных программах. Вот там широкофюзережный самолет строит, с лесом он там разобрался с этими хищениями, с китайцами работает активно. И, в общем, есть чем похвастать. И по Томскому, который орловский губернатор коммунистов стал, тоже самое большое количество картофель начали выращивать за эти вот три года, что он там находится губернатором в России. И так далее, и так далее. Вот эти конкретные результаты мы не просто показываем. Мы показываем, что коммунист, который придет, он способен не просто обещать, но и выполнять эти обещания. Вот на это, это то, что отличает нынешнюю кампанию. Нынешнюю кампанию еще отличает и то, что президентские выборы очень близки. И, как правило, перед президентскими выборами большое, большее доверие тем, кого будущий, как они считают, избирательный президент назначил. Это как раз наша история. История нашего региона. Да, да. В том числе, крем исполняющий. Ну, вот я хочу добавить здесь еще, знаете что? Вот, конечно, избирательный решать, но когда человек пришлый, вот я по своему опыту, я уже делился вам тут. До начала, да, нашей беседы. Я уже делился самарским опытом, например. Когда люди приходят, и завтра они уходят, или они уезжают на пятницу, субботу, воскресенье, там, к себе под Москву, под Москвой, или там под Питером, по гостить с семьей, пообщаться, то я не считаю, что этот человек будет эффективен. Я вот, я не просто не считаю, я увидел это в Самарской области, к сожалению. И я знаю, что человек, который там останется на пенсии, и будет ходить на рынок, как, например, в той же Самарской области, там, Титов, значит, или человек, который там больше никогда не появится, или завтра сменит эту область, там, на Иркутскую покойную, теперь Исиповский губернатор, или, значит, другой, который не так давно ушел, а пришел еще один варяг, то, к сожалению, его не связывают с этой территорией, вот, жизнь, вчерашняя, сегодняшняя, и не будет связывать с завтра. То есть вы о такой тонкой материи говорите, да, духовная связь с мирой, с людьми? Это еще, Володя, и, понимаешь, маленькая область, область маленькая, 600 тысяч человек, вот у меня автолеет только, почти 900. Это какой область? Город, говорю, 600 тысяч, а Кировская, там, миллион... Миллион триста. Миллион триста. А та же Самарская, четыре с лишним миллиона, четыре с половиной. Здесь каждый, каждого, ну, в элите особенно, все знают. Большие гримы, как мы здесь говорим. Все знают. И поэтому, когда вы говорите о моральном, я говорю не только о моральном, а о человеческом. Когда ты вот идешь, и человеку смотришь прямо в глаза, и ты знаешь, что он тебя не может, там, через пять минут отвернув, сказать, а вот он обещал одно, а делает другое, ворует, там, поборами занимается, где-то что-то там обустраивает личную жизнь. Это же все очень быстро узнается, даже в большой территории, а уж здесь тем более. Поэтому, если он связан с этой территорией сегодня, и знает, что завтра он никуда не убежит, будет здесь, то ему будет в этом смысле работать проще. Вряд ли вы сказали, Леонид Иванович, будет эффективен, да, не местный глава региона, а эффективен. Можете поподробнее раскрыть, что вы подразумеваете под этим? Нет. Эффективен в личный карман. Это одно. Вот, понимаешь? А если ты местный обещаешь, и при этом придется тебе отвечать за свои слова, ты обязан быть эффективен. Просто обязан. Эффективен и со всех сторон, в общем. Да, конечно, тебе могут мешать, тебе там с федералами надо как-то считаться и устанавливать отношения. Но, как показывает практика, это смогли сделать наши товарищи и потомские, и Левчин, и Локоть, не меняя, в том числе, или не подменяя свои идеологические убеждения. И можно это сделать? Можно. Хотя, я вот скажу, я скептичен был в свое время. Я считал, что, может быть, и не надо нам, коммунистам, участвовать в выборы полуисполнительную власть, что называется, кубернаторская. Она все-таки подчиненная власть. Должна подчиняться вертикально. Да, вот, участвовать там в Думу, местную Думу, федеральную. Но, вот, со временем я все-таки меняю свое в этом смысле отношение, потому что, в основном, это выборы. Хоть они и ограничены муниципальным фильтром, который, я надеюсь, мы отменим вот в эту уже осеннюю сессию, зимнюю сессию, точнее. И многие надеются. Законопроект соответствующий есть? Да, законопроект уже есть. От КПРФ. От КПРФ. И согласие, вроде бы, избиркома, такое предварительно на всех уровнях получено, и президентская власть рассматривает. Потому что парадокс. Если мы можем выдвигать кандидатов в президенты без всякого муниципального фильтра партии, то почему же мы должны кандидатов в губернаторы согласовывать с муниципальным фильтром? Это очень... Интересная вопрос. Да, и никто не может ответить на этот вопрос. Вот так у нас сняли Мархаева, например, кандидатов в Бурятии. Он тоже, реально, у него были все шансы выйти во второй тур и побороться за первое место. Такая же примерно проекция, как и на Кировскую область. Я считаю, что здесь все шансы победить у Мамаева есть. Он прошел не только горнило местное, но и рядом в области. В Мариэллу поучаствовал. Там чуть не победил, как потом оказалось. Больше 30%. Да, оказалось, что потом у власти пришлось снимать по фактически. А мы говорили им, в частности Мамаев это отмечал, что это преступная, неправильная, криминальная даже иногда власть. Нужно было слушать, нужно было тогда делать выводы. Ну ладно, бог с ним. А не послушали тогда, но он-то этим опытом обогатился, в том числе и соседней области, и развития сельского хозяйства, и промышленности, и коммунального хозяйства. Он стал богаче, насыщеннее его работа стала интереснее. Многие спецы... Да, простите, у нас... То есть еще был депутатом в Государственной Думе, я думаю, и это обогатило его очень хорошо с точки зрения того, что завтра начальником он не зазнается, а решать проблему на федеральном уровне сможет. Время бежит очень быстро. Я, безусловно, не успею задать все вопросы, которые я хочу задать. Но многие эксперты ранее высказались о том, что велика вероятность второго тура губернаторских выборов в нашем регионе. Ваша позиция? Я тоже считаю, что второй тур здесь, пожалуй, из всех областей, которые сейчас выбирают губернаторы, самые вероятные, если не считать Бурятик, где, еще раз говорю, сняли Мархаев. А второй тур преподнесет результаты уже, если он состоится, совсем необычные, потому что очень многие люди, кто не пришел, придет. Вот так у нас было с Левченко. Он тоже набрал, там было 49 кандидатов от партии власти, а он набрал чуть-чуть там, да, вторым. Но потом все консолидировались вокруг Левченко, и тот, кто набрал 49, с треском проиграл. Поэтому, если второй тур здесь будет, я думаю, что, в Кировской области, я думаю, что победа у Мамаева тогда будет уже не за горами. Как Вы думаете, действующая власть в нашем регионе осознает это? Думаю, что... Вероятность, что не все решится в первом туре, и степень ее нервозности. Я не знаю кандидата от власти в хорошо, я сегодня с ним виделся, вот на открытии памятника Дзержинскому. Первый раз. Да, Васильева. Мы поздоровались. Не знаю ничего о нем нехорошего, но плохое, правда, уже успел прочесть в газетах, в том числе... Это агитационные материалы? Ну да, пропагандистские, агитационные. Значит, может быть, там что-то много наносно. Но я думаю, что на меня он произвел впечатление не глупого человека, судя по его предыдущим... А что Вас тогда смущает? Я к тому, что Вы спрашиваете, ощущают ли они опасность? Ощущает. А он не глуп для того, чтобы ощущать опасность. А вот хватит ли ему ума для того, чтобы осознанно руководить областью в случае, если он победит, мы увидим потом. Но я надеюсь, что победит наш кандидат. И уж у него-то ума и терпение для того, чтобы принести пользу своей родной области точно хватит. А за того не знаю. В чем заключается именно Ваша поддержка кандидата от КПРФ? Моя поддержка... Я не олигарх, я денег не привез, я приехал за него агитировать. Вот одна из таких вот мое выступление сегодня здесь у вас. До этого я выступал в одном из учебных заведений. Был на открытии памятника. Встречался с элитой, некоторым представителем элиты. Чуть позже буду встречаться с активом партийным. Вот она моя поддержка. Вы свое мнение составили о городе, о регионе? Мне очень нравится. Не все так и назначено. И регион, и город, и очень умный регион, и очень умный город, и очень умные жители в нем. И не только потому, что тут жили выдающиеся писатели типа Грина, или там Салтыков, Щедрин, или еще разные государственные деятели. Мне тут один, вот буквально час назад я был у одного начальника, и он мне говорит, ты знаешь, я сам не отсюда с Кузбасса. Но вот жена у меня работает здесь на заводе, и говорит, приходит и говорит, вот насколько одаренные люди здесь живут. Вот у нас этого, мне даже обидно стало за Кузбасс. Нет. Говорит, мальчишка бегает, вот только 10 минут назад сочинил стихотворение. Хотите, я вам расскажу. Рассказывает мне чуть ли не целый поэм. И вот, говорит, таких людей здесь очень много. Я должен сказать, сам не отсюда, но должен сказать, что вятский народ очень одаренный народ, очень тонкий, чувствует все. Поэтому надеюсь, что чувствует, кто фальшивер из кандидатов, а кто действительно правильную песню поэчу. Ну давайте будем надеяться действительно на то, что вот этот дух и талант нашего народа, который живет в территории региона, власть, всячески будут поддерживать и развивать. Давайте. Да. Давайте. Пожелаем вам успеха. Увы, истекает на этом наше время Леонид Калашников, гость нашей студии, член президента ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным связям, депутат Госдумы, представитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Иванович. Спасибо радиослушать. Спасибо.